Привет, друзья! Скоро меня разорвёт напрочь, потому что я такого, честное слово, не ожидал. Во-первых, посмотрите, какой у меня карусер, и здесь написано «Спокойствие, только спокойствие». А не ожидал я вот чего, друзья. Ну, слушайте, это вообще-то Нобелевская премия, потому что это ответ, почему дети плачут, и почему, например, евреи качаются, когда Тору читают. Я посмотрел очень много материалов, но никто не объяснил этого так, как я объясняю. Я же наукой занимаюсь. Я исследовал этот механизм, и я всегда объясняю, что если вы просто возьмёте и сделаете то, что делают дети, вы сможете снять стресс, вы сможете снять страх, вы сможете выйти на состояние лёгкости, свободы. Почему, например, дети плачут? Потому что это разгрузочный механизм у детей. И почему евреи, когда читают Тору, покачиваются? И там есть много объяснений, одно из них, что в нём пламя горит. Ну, пламя-то не научное объяснение, а я научно объясняю, потому что повторяемые движения синхронные с текущим уровнем напряжения. Поскольку там снимается противоречие между напряжением и движением, поэтому голова проясняется, и человек может быть внимательнее. Поэтому, когда он читает Тору, когда он концентрируется, чтобы внимательно читать, тело его подсказывает и снимает напряжение лишнее, которое не позволяет компьютерной части мозга зависать. Это волна, которую я потом придумал, как способ, когда можно пустить мысли над самотёк, покачиваться, переживая, о чём вы переживаете. И если у вас так разрывает внутри, и вы не знаете, как быть, и вы мучаетесь от какой-либо трагедии, или готовитесь лететь на самолёте и боитесь, послушайте, если не меня, то Карлсона. Ну, слушай, сколько можно, а? Ну, почему вы опять и опять спрашиваете меня, что вам делать, когда у вас напряжение? Я же сто раз говорил, посмотрите мой целебный ролик, он так и называется, целебный ролик, в котором сказано, что переживайте, о чём переживается, думайте, о чём думается, и делайте те движения, которые организм при этом подсказывает, ничему не мешайте, будьте как дети. Ну, ведь и там в священных писаниях написано, будьте как дети и спасётесь. Ну, я же вам объяснял это тысячу раз, ну, почему надо тысячу первый раз объяснять? Я же не джинны с Тысячи одной ночи. Вон у меня на картинах добрые джинны, или добрые, там, Белегини с детьми, или Калсон у меня здесь. Ну, я же... Ну, вы хотите что? Я просто удивлён. Я просто удивлён. Вот мне опять пишут. А если у меня раздражение кишечника? Вот написали сейчас. Я написал. Вы смотрели целебный ролик? Да, смотрела. Сколько раз вы сделали то, что там посоветовал? Ну, пишут, я хочу с вами поговорить. Ну, не сделала, конечно, потому что, если бы сделала, слёзы бы прошли, пошли, разрыдалась, освободилась от напряжения, если бы сделала так несколько дней в удобное для себя время, стало бы спокойнее, раздражение кишечника уменьшилось. Ну, сколько можно повторять? Слушайте, ну, это... Я же начал с чего? Что это Нобелевская премия. Никто ещё никогда этого так не объяснял просто и понятно. не только объяснить, но сделать из этого технологию, которую каждый может применить, потому что на самом деле и так в жизни всегда это делает. неосознанно для себя. Я, как учёный человек, читаю эти все материалы, изучаю, изучаю, проверяю, создаю методики, в виде советов даю всем, бесплатно, бесплатно даю. Вот я, слушайте, вчера ночью читал, ну, такая серьёзная работа, просто невероятная. Там одна дама рассказывает, что, оказывается, есть в Китае какое-то общество, где они делают упражнения, упражнения, цигу, и другая женщина, которая 35 или 37 лет не могла руку двигать, потому что она была ушиблена рука. И после третьего дня, когда она делала этот цигун упражнения, у неё тепло пошло по руке, и она почувствовала такую лёгкость, и как будто между пальцами появилось какой-то как ток, и они стали притягиваться друг к другу, и пошли вот так друг к другу, и в какой-то момент она так почувствовала внутри тепло, такое тепло, просто невероятное тепло, и такое ощущение лёгкости, невесомости, и рука больная открылась у неё. 35 или 37 лет она не могла двигать пальцами, и тут вдруг открылась, открылась. Невероятно! И все, все, которые это смотрели, были как зачарованные. почему это так? И вдруг, они же все видели, что она не может двигать руками, и были там те, которые знали о том, что она 35 или 37 лет не могла двигать пальцами. И вдруг на второй и третий день, после этих упражнений, которые я вам постоянно показываю, которые я говорю, руки пошли, и рука поднимается, палец пошёл, раскачивайтесь. Я же вам просто это показываю. Ну как так? Вообще невероятно! Вот я просто удивляюсь. А вот есть часть людей совершенно других, которые один раз посмотрели, один раз поинтересовались, открыли в Ютубе у меня, что написано под видеороликами, в описании. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, доктор, психолог, к тому же ещё и готовил олимпийских спортсменов, к тому же ещё обучал врачей, к тому же ещё обучал психологов, к тому же ещё то-то-то-то-то-то-то. Заинтересовались, посмотрели, почитали две-три мои книги, увидели. Человек серьёзный. И то, что Карсон у него, ему не мешает. Спокойствие. Друзья, я... Понимаете, иногда взрослые люди могут пожурить своих детей не для того, чтобы отбить охоту к знаниям, а наоборот. И я поэтому сегодня вот это всё сказал. Потому что хочу, чтобы в моей работе, в моей исследовании помогли многим. Сколько ещё об этом объяснять? Я же это делаю вам. Ну, в помощь. Но я хочу, чтобы это было услышано теми, кто ещё не услышал. Помощь. Мне от вас ничего не надо. Если бы мне от вас было что-то надо, я бы тут сидел, делал улыбчивую физиономию, там подыгрывал вам, понимаете, чтобы вам понравиться. А я вот говорю, как думаю. Меня разрывает это уже. Не хотите, не надо. Ну, пользуйтесь, когда человек добрый, понимаете, ну, на мне клейма негде ставить, понимаете, сколько у меня всяких почётных грамот, дипломов и всяких прочих со всех министерств и ведомств. И сколько у меня там благодарностей от миллиона людей. Ну, что вы вообще? Я просто... Вы знаете, что? У меня есть событие, очень важное. Я сделал очень интересное научное наблюдение и практически ну, такой уровень открыл, который я хочу открыть для всех. У меня миссия, понимаете, у меня миссия, чтобы помочь в мире, чтобы люди жили в мире. А вы меня вот этой чепухой всякой заставляете дёргать, постоянно отвечать на звонки и говорить им всем одно и то же. Посмотрите мой YouTube-канал, запишитесь на YouTube-канал, найдите бесплатные ликбезы. Я вот просто, прежде чем вот так вот раздражиться, я сегодня посмотрел. Миллион просмотров у меня где? Посмотрел. Там написано помощь всем, раздайте. Ну, так возьмите, посмотрите, что я там говорю. Я, кстати говоря, кассу на надел именно поэтому сегодня, потому что там, на том видео было, это было год или два назад, именно в этой рубашке. Я там ещё чай пил и шоколадкой прикусывал. Помощь раздайте всем. Миллион с чем-то просмотров. Может, полтора. Я уже не помню точно. Ну, почему вот люди смотрели, и там я показывал, как я, ну, там просто, вот там на экране, там я показывал, как я разговаривал с дамой по iPad, и она рассказывала, как буквально вчера она вышла из ковидок, из ковидного состояния, 30 дней болела, не могла дышать нормально, давление прыгало, и всё прочее, и как она вот со мной поработала этими же способами, покачивания, волна, как она вышла, и, наконец, она спала, как младенец. Вот это я поэтому сегодня надел, чтобы напомнить. Слушайте, я просто удивляюсь. Есть техники, понимаете, можно заплатить большие деньги, сделать большую рекламу, и вы перестанете смотреть всё другое, и будете смотреть только то, что я рассказываю. Ну, это понимаете? Ну, я же вам даром даю, понимаете? Ну, ладно. А вот те, которые у меня в школе, человек будущего, Homo Futurus, они с пониманием, с пониманием, они вместе со мной сотрудничают, они пишут свои варианты приёмов, они ими пользуются, вопросы пишут, комменты пишут с вопросами. Благодаря этому всё это развивается. Вы думаете, я один, что ли, этим занимаюсь? Целая школа, которая не здание какое-то, где люди собираются и за партами сидят, нет, которая в интернете, которая в интернете и в группах у меня в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Однокласснике, и там ещё где-то, да. И мы проводим бесплатные ликбезы, куда в Zoom люди выходят из разных стран, обмениваются опытом, вебинары проводим, а то же Zoom выходит. Вот сейчас будем с Романом Газенко проводить вебинар, потому что я показываю приёмы левитационные и как выходить на состояние свободы, ощущение лёгкости, когда организм начинает гармонизироваться и сознание, и подсознание. А Роман Газенко сознание, подсознание, то есть он открывает корни слов, с помощью которых человек лучше понимает, какие слова он использует для того, чтобы с собой общаться и с людьми. И мы создаём такую вот целостность вместе. Да. Объявление будет через день-два. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же мне хочется, чтобы все были здоровы и любили друг друга. Так же мне этого хочется. Я понимаю, когда... Ну, я уже и галстуки надевал, я уже и белую рубашку надевал, я уже и в костюме выступал. Ой. Слушайте, я в интернете много лет, а до этого я в центральном телевидении много лет. И в детских программах, и АТВ, там, и знак ПИ, а до этого у меня ещё во всех газетах про меня печатали. И в правде, и в известиях, даже в социалистической индустрии. Я же взрослый человек. Вы что, ребята? В учительской газете, из номеров номер шли мои рубрики, в парламентской газете шла моя рубрика. Ну, что вы, что вы? Шутите, что ли? Короче говоря, смотрите целебный ролик, смотрите пару бесплатных ликбезов, а их-то много. Да просто в YouTube-канал подпишитесь, и там увидите плейлисты, и там бесплатный ликбез, напишите, и там выскочит сразу несколько, они по 2-3 часа. Вы там, если один день, один вечер посвятите, просто посмотрите, вы поймете все, войдете в тему, и не будете меня постоянно терроризировать. Что это такое? Постоянно звонить, постоянно спрашивать. О чем спрашивать? О чем спрашивать? Спрашивать, а как нам нажать кнопку, чтобы посмотреть это? Вы у кого спрашиваете, друзья? В школе, что ли, не учились? Вот мне теперь только этим заниматься, вам всем отвечать, друзья, на вопросы, на какую кнопку нажимать у вас на телефоне. Пожурил? Поняли, да? Ну, может быть, кого-то пронзит и на самом деле поможет. Есть такие? Ну, есть, конечно, и такие, которые годами меня мучают, потому что у них такая органика, что они не знают, и они взяли на меня, подсели, и теперь каждый вопрос, каждую ночь, когда у них что-то случится, вплоть до того, что ребенок закашлял, или там, допустим, кошка убежала, мне пишут, помогите у меня, стресс у меня кошка убежала, возьми и сделай со мной, или сам, может, это. Ну, приучилась. А я потом разобрался. А ему или ей поговорить не с кем. Не с кем, вот я и как подружка теперь. Ну, ключ-то не для этого существует, а я не разговорник. Я не для того, чтобы успокаивать по каждому поводу, по каждой мелочи людей, которые со мной подружились. Я вас всех люблю, но вы поймите, есть люди, которые на самом деле нуждаются в том, чтобы взять методы, я их разрабатываю, и не один я, я сказал, а целая школа, еще мои дети, Ален и Шейла, которые жизнь на это потратили для того, чтобы вместе со мной работать. И создавать, и создавать, и создавать. Ну, друзья, короче говоря, я всем посылаю приветы. На всем завершаю. Мы всем завершаем. Почему я начал с покачивания, а потом сказал о идеале рефлекторных приемах. Это одни и те же механизмы. Когда вы покачиваетесь, вы выходите на автоматизм, и дальше продолжение идет с минимальными затратами энергии. И вот эти левитационные движения, это тоже полуавтоматические движения. То есть это разные входы в одно и то же состояние, разными путями. А метод ключ как раз и заключается в том, чтобы перебирая разные приемы. От покачивания до идеомоторных приемов, от механических до вот этих левитационных, перебирая их, научились управлять своим состоянием. Ну, посмотрите ролики, ну, уже увидите, как это делается. Итак, друзья, будем все дружить, только вместе мы сила. Только знание сила, если вы знаете, вы защищены от всяких манипуляций, сколько сейчас там советов нам дает, как жить там. Я читаю иногда просто удивляюсь. Даже такие советы, что надо каждый день водку пить, и тогда вам их до такой степени, а? Вообще кошмар. Ну, есть, конечно, бывает. Ладно, ладно. Давайте. Только спокойствие, друзья. Итак, как говорится, на дураков не обижайтесь. Я тоже такой дурак, я подумал, если я вот так сделаю, то кто-то, может быть, пользу получит. До связи.